Дайте какой-то комментарий по игре, затем вопросы. Непростая игра, первые два периода тяжело для нас складывались, с третьим добавили, самое главное выиграли. Спасибо. Да, хороший матч. Как сказал Никита, первые два периода неудачно у нас вышло, но в конце получилось давить соперника и выиграли. Спасибо. Коллеги, вопросы, пожалуйста. Спорт-эксперт Санислав Елагин. Никита, сегодня вы произошли клубный рекорд, я понимаю, знаменитого Элика Вольфюка. Можете пару слов на эту тему сказать? Это очень приятно и это знаковое событие для меня, для многих. И хорошо, что в первой игре сразу после возвращения. И надеюсь, сейчас только вперед, двигаться только вперед. Спасибо большое. Еще пора дать. Да, Никита, с апреля они проводили официальных матчей. Вообще, как ощущение было, потому что тяжело, по-моему, вкатывались, в пустые ворота не попали. В пустые ворота не попасть можно в любой игре, поэтому, в принципе, нормально все было. Первый период, да, немножко привыкал, потом все лучше и лучше. К третьему периоду вообще хорошо себя чувствовал и думаю, следующая игра будет еще лучше. А вот свою шайбу, которая стала 371-м очком, отправите видео Ковальчуку. Следующий вопрос. А вот в большинстве как себя чувствовали? Да, хорошо себя чувствовал. С ребятами поговорили перед игрой и, в принципе, есть над чем работать и будем над этим работать. И с каждой игрой, я думаю, все лучше и лучше будет становиться. Иван, вам вопрос. Вообще, когда узнали, что играете, и ощущениями внутри, мандраж, радость, что было? Ну, я был шокирован, да. Очень приятно, конечно, что дали мне шанс сыграть. Дальше больше. Вы связывались с Мечковым, не спрашивали, что делать там вообще? Да... Когда играешь? Да нет, не связывался. Матвей сам мне написал, пожелал удачи. Все. А первые ощущения от разницы молодежного и взрослого хоккея? Скорости. Надо все делать быстрее. И силовая борьба. Чувствуются силовые приемы. Тяжело отходить после них. Кто вас больше всего подбадрил перед матчем? Типа, не дрейфь. Все нормально будет? Да, каждый, каждый заводил. Спасибо. Все, спасибо. Спасибо. Еще у нас есть один вопрос. Никита, а как оценить ваше взаимодействие с Яшкиным и Воробьевым? Надо улучшать, так скажем. Будем смотреть видео и думать, как еще играть лучше. Надо забивать и не только в большинстве, но и 5 на 5. Спасибо большое. Спасибо, ребята. Спасибо. Спасибо с дебютом. Спасибо.